Эгэгэй, мы на канале Родина Медиа Баскет. Алекс Петру, Макс Погодин, Игорь Сухарь. Мы дома. Мы дома. Ребята, мы дома, мы были на фиджитал играх, и это было невероятно. Мы в Казани. Чать, мы почти опоздали на самолет. Три человека в команде. Макс Погодин. Или бы ставки на Родину Медиа поставил в квартиру. Забыл реальный кэш. Приехали мы сюда, чтобы узнать наших соперников, кого мы будем епать. Мы поворачиваем голову на экран, а там уже... Вау, а тут реально прикольно. Кто проживает на дне океана? Ничего, ничего. Хочу напомнить, что я единственный, кто не опоздал у аэропорта. В итоге договорились, вроде за два часа. В итоге один сижу, тусуюсь. Если бы не платные дороги и быстрые шустрые таксисты, Родина Медиа, возможно, бы и не оказалась в Казани. А-а-а, убедительный доводь. Вы против музыки не возражаете? Нет. Может, поедем? Да, и когда мы приехали, мы заселились не в отель, а заселились в деревню Универсиады. Я почувствовал вообще такую ностальгию. Я там был, не знаю, раз 10-12, может быть. Ты сколько, мне кажется, то же самое? Да, 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 так же ездил на игры. И ты там даже месяц, на месяц это? Да, был период, то что я учился в этом университете месяц, потом вернулся обратно. Первые два дня у нас были тренировки. Много тренировок в буткемпе, когда мы играли на приставке. Тренируемся, что сказать. Должно выигрывать. И обидеть тренируетесь такой? Буткемп, guys. Вот самое обидное. Нет подсветки, короче. Нет, все грязно. По всем краям. Вот, 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 была подсветка, и все вообще. Столы тебе нормально? Столы нормальные? Столы у меня в школе такие же. Да, слушайте, побеждать приехали. Языком часа. Чисто в советскую комнату засунули технику. Современно. Благодарите, где мы? Мы в Казани. Родина Медиабаскет, первый выезд в истории, и сразу на финальную часть чемпионата России по фиджитал играм. Короче, мы выиграли в Москве, и сейчас приехали в Казань, чтобы обыграть сначала людей на приставке в NBA 2K, а потом на площадке. Я приехал сюда не один, потому что мы играем как минимум в формате 2 на 2, а вообще должно быть 3 человека в команде. Макс Погодин! А еще у нас есть один персонаж. Игорь Сухарь! Что ты здесь будешь делать? Забыл реальный кэш. Да, кстати, сколько? 500 тысяч рублей, и я приехал забирать их с персонами. Первое место на этом турнире это полляма рублей и путевка на игры будущего. Игры будущего, там будут вообще лямы разыгрываться в будущем. Долларов в 2024 году. У нас сегодня первая тренировка. Мы сейчас чуть-чуть подвигаемся, побросаем, поиграем какие-то секретные взаимодействия. Ну а партнером Родина Медиа является компания Винлайн. И помимо нас она еще помогает Кубку России, Футбольный Премьер Лиги, Баскетбольному ЦСКА. И Винлайн поможет и вам. Поэтому переходите по ссылке в закрепленном комментарии, вносите сумму, и Винлайн удвоит ваш депозит вдвое насыпав фрибэков. Узнали мы о том, что против нас будет Лига Про во время жеребьевки. И это была самая вообще странная жеребьевка в моей жизни. Мы в Казань Экспо. Приехали мы сюда, чтобы узнать наших соперников, кого мы будем ебать. Я так понимаю, ни одного оператора здесь не будет. Здесь будут только дроны. Дроны. Судьи тоже не будет. Будет робот судить. Короче, мы попали в лабиринт сейчас. И должны будем выбраться. Ты что знаешь? Туман такой. Бускаем. Погнали. Такой будет... Сейчас препятствия всякие разные. И в конце мы узнаем нашего соперника. Я вам уже это рассказывал. Расскажу теперь и вам. Мы приезжаем на жеребьевку. Нам рассказывают правила. Все красиво. Все так серьезно. И потом нам говорят, внимание на экран. Может быть вы думали, что там будут нагретые шарики? Может быть вы думали, что там вообще хоть что-то будет? Нет. Все на экране. Все. Малер, пожалуйста, жеребьевка прошла. Мы поворачиваем голову на экран. А там уже не какая-то рандомная история с распределением команд. Там сразу же нам выдают готовую сетку, где мы попадаем на самую сильную команду турнира. Пойдем. Здесь есть кофе? Здесь есть брейк. Что, раздевалка? Красиво, спокойно тут. Ничего лишнего. Я вообще не понимаю, почему мы не взяли с собой отара? После такой же жеребьевки, так могут делать только в Грузии, я уверен. Вот кемп. Здесь будем играть в 2K. Да, тут одна команда. Тут только прогревают кресла. Вот кемп 2. И розовый десетик. Блин. Розовый десетик надо взять. Ребята, мы сразу теряем преимущество. Я хотел трешточить наших соперников, как это было в Москве. Слушайте, мне страшно представить, какие вообще ссоры у нас могут происходить между Максом и Игорем, потому что химия у нас такая, она вот такая. Бывает хорошая, бывает плохая. Да, и я думаю, надо проверить стены здесь. Но не выдержат, не выдержат. Напряженные игры наши, они точно не выдержат. Йоо, чувак, убери пушку. Ой, ой, ой. Комната, выключая оружие. Давай, давай, давай. Все, бежать! А? А? Ой, е-е-е. Пустое. Тут из оружия только студия. Тут из оружия только мой ствол. Да, Тар? Я прошел школу отара, кстати. Короче, я думаю, что на этом турнире у нас точно будет преимущество, потому что кольцо точно под меня. Верники. Ну там, кстати, из-за той стены что-то интересное я уже увидел. Там гораздо все интереснее. Это так, чисто прогрев пока. Бесплатная версия. Вау, а тут реально прикольно. Так, ну из минусов пока это жеребьевка. Подстроим, подстроим. Сейчас GPT всегда против нас. Постанова на жеребьевке пока не нравится, а так особенно красиво. Не, вообще я реально хочу, чтобы здесь были голограммы людей, короче, а не настоящие. Чтобы прям реально, вот игры будущего, пускай будет так. Смотрите. Чтобы линия не начала, знаешь, двигаться вперед, назад. Так у тебя тут все есть. Вообще-то геймер, полотенце, шампунь. Уточкой мочал. У меня нет настроения. Как ты оценишь уровень? Да уровень топ вообще. Я думал, что будет чуть похуже. Мне все нравится. Это что такое? Это лифчик. Надеваем лифчики. Идем в стриптиз? Это игры будущего. В будущем все в лифчиках. Датчики, ребят, это датчики. Будем, что, наш пульс отслеживать. И во время трансляции пульс будет выводиться на экран. Поэтому... У тебя он будет стабильный шоссе, да? Да, у меня его стабильно не будет. Можно будет следить, кстати, на соперников, смотреть, на кого как раз можно будет атаковать, да, кого побольше мутузить. Вот и по себе, наверное, будет понятно. Ну и зрителю будет самое главное интересно, понимать, игрок волнуются, не волнуются. Словно бой, сука, манера создан, чтобы... Вы слышите голоса в моей голове? Мы в Казань-Экспо. Завтра здесь будет проходить вот этот тот самый, начнется, точнее, финальный этап, где мы стартуем с групповой стадии. Нам будет противостоять команда Лига Про. Это очень сильная команда. Поэтому мы хорошенечко сегодня потренировались. Нашего баскетбольного директора тоже проверили на прочность. В общем, это будущее. Мы на фиджитал-играх. Баскетбол на приставке, потом на площадке. Фантастика. И погодим! А пока погода! Игорь Суков с мазними! Суков! Ваши бурные аплодисменты! В общем, разнесли нас на диджитал-этапе. Миша топ-1 по NB2K в России. И на площадке тоже у нас особо ничего не получилось. Поэтому мы уступили 10-12 очков. В принципе, это не так важно было для нас. Мы понимали, что следующий матч для нас будет самым важным. Потому что формат турнира – это два поражения подряд в групповом этапе. Ты вылетаешь вообще с турнира. То есть, уже шанса на ошибку у нас не было. Мы почувствовали контакт. И для меня, мне кажется, вот именно баскетбольная часть в первый день с Лигой ПРО дала нам как раз почувствовать и найти вот этот контакт, которым мы уже всех дальше душили. Особенно вот во втором матче. И еще после игры случился конфликт с товарищем по команде. Было неприятно. Давай сразу скажу, как и почему это произошло. С моей стороны, я думаю, как это выглядело. Мы играем в фиджитал этап и уже на моменте фиджитал у вас произошло какое-то определенное недопонимание. Искры. Диджитал, 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 да. Диджитал этап на приставке. То есть, я уже видел, что там летят искры. То есть, вместо того, чтобы радоваться или подбадривать, я говорил, ребята, ребята, не ссорьтесь, не ссорьтесь, пожалуйста. Здесь не надо, все спокойно, спокойно, спокойно. И когда мы вышли на площадку, по моему мнению, может быть она ошибочная, уже было какое-то напряжение между вами. Я понимал, что сейчас будем балансировать, будем пытаться находить свою игру, но в момент игры у нас ничего не получалось, и как будто напряжение еще больше увеличилось именно между вами. И уже это перерасло такой прям конфликт с криком, с предъявами, с матерочком. И расскажите, что было. Давай ты, как агрессор, наверное, в этой истории. Ну, мне не понравилась игра моего товарища по команде, в защите. Не поняли друг друга на площадке, чуть-чуть разлад пошел небольшой в плане командной химии, еще не почувствовали друг друга как сокоманников, поэтому в каком-то аспекте я не понял твоей игры, ты не понял моей, и из-за этого выразился некий конфликт, который мы уже решили чуть позже в следующих играх. Ну да, и я так понимаю, претензия Макса была про концентрацию, мы Игорю об этом постоянно говорим. Ему чуть-чуть не хватает терпения, это нормально. Игорь молодой мальчишка еще, ему расти и расти, будет прибавлять во всех аспектах, естественно, в этих. Мы на Фиджитале, а драфт-то и медийная лига прямо сейчас проходят, поэтому мы смотрим список, выбираем, у нас уже схемы, мы там просчитываем, поэтому в режиме онлайн сейчас будем выбирать человека, который попадет в родину медиа. Да, в таком формате, да, это необычно, но посмотрим. Короче, все, да, примерно все, кого мы хотели, скорее всего мы не сможем их взять, потому что сначала берут новички лиги, то есть первые пять, по-моему, команд, я так понимаю, после этого уже пойдут команды, возможно, даже по расстановке того, как было в прошлом сезоне, то есть как это в NBA, вот детали эту я не знаю. Получается, мы хотим взять. Какой пик, 32-й? 30-й, самый последний, ниже девочки даже, которой человек оказался. Петруненко, Александр, 46-й номер, играет. Никнейм Петру. Петру. Что, это что, это того, что я боевамин тебе, что он боевамин? Не называй меня так, отныне я... Матч с Локомотивом. Да, у нас оставался последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Было некое волнение. Начали играть диджитал часть, там уже появилась какая-то уверенность. Да, главное концентрация, как и на большом баскете, поэтому очень важно будет просто набирать очки, не провалиться, как вчера в какой-то момент мы это сделали, поэтому спокойненько. Самое главное, это мотивация. А мотивацию надо поднять. Кто проживает на дне океана? Ни-чё, ни-чё. Единственное, о чём думал перед второй игрой, это то, что я не хочу строить туристические планы на неделю. Вот реально не хотелось. Сколько там оставалось будет? Три-четыре дня? Пустых дня, да. Пустых дня вот этих вот. Когда ты смотришь, как другие бьются в плей-офф, играют между собой, занимают какие-то места. А в это время ты просто на это смотришь, там можешь историю в инстаграме снять, там встал, позавтракал, поехал, посмотрел игры, приехал, занимаешься непонятно чем. Тем же самым можно заниматься и дома, в Москве, там ты сидишь, смотришь видео, то же самое. Сегодня вы услышите очень много матных слов. Бля, были бы ставки, на родину медиа бы поставил квартиру. Доигрывай, доигрывай, доигрывай! Доигрывай! Доигрывай. Еще фали. Квадратик можно, побегать, загонять их. Все хорошо! ХОРОСЁЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ! Хорошо, нормально, нормально. Средняя наша, ensa! Давай умничка, умничка! Погнали! ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООГО! И мы выиграли, да, диджитал части? Да, мы выиграли. По-моему, единственную вообще диджитал части, которая у нас получилась по турниру, мы уверены. С 4-5 игр единственная игра была, где мы выиграли диджитал части. Да, заработали себе преимущество, вышли на площадку. Что у меня? Я для трёхки, голем, далеко дрошаем, вообще без разницы. Свою игру играем, паркнер. Родяшки, делаем, оболенай. Свою игру играем, паркнер. Казань, тебе придётся подождать, мы ещё где-нибудь туристы здесь. Вот так, в общем, прошёл наш групповой этап. Первые два игровых дня в Казани. Было сложно, но мы вышли в плей-офф. И там было вот настоящее Месилово. Там была ещё одна топовая команда Лиги Про. Там были ребята из Казани, Уникс, местные, которые точно не хотели нам уступать. Вот плей-офф, ребята, вот это было горячо. Немного обжукся. Но я тоже.